У меня такой вопрос к вам, дамы и господа. Осталось ли что-нибудь очевидно неосвещенное мною? Не пропустил ли я чего-нибудь? Там много у меня вопросов, но мелких и крупных. Сейчас я хотел бы крупный, скорее из истории буддизма. Все эти имена Будды, Гаутама, Шакьямуни, Сиддхартха, что это такое, откуда это, почему так много этих именов? Его звали Сиддхартха. Это его имя. Гаутама, это так приходящий тот, кто пришел, это такой титул, который ему дали его последователи. Шакьямуни, это его фамилия вместе с титулом мудреца. То есть он относился к шатрийскому роду Шакьев, а Муни это мудрец. То есть Шакьямуни это мудрец из рода Шакьев. Все, понятно. Наконец-то я знаю, что это такое. Еще один вопрос. Ну, это не совсем вопрос. Я сейчас скажу кое-что, да, потом скажу, не могу ли это прокомментировать. Прозвучит по-дебильному, но пока не смог формулировать. Я, наслушавшись несколько лет назад лекции Пятигорского, значит, там у него была такая штука, что вот пришла к Будде юная какая-то девушка из благополучной семьи, скажем так, из интеллигии, и он ее посадил медитировать на предлагающийся труп. Пришел к нему разбойник, бандит-головорец, и он его посадил медитировать, слушая ручеек. Дескать, вот, он говорит Пятигорский, он каждому индивидуальный такой подход. А в чем здесь индивидуальность подхода? Просто некий шок вызвать? Сейчас, сейчас я сейчас сформулирую. Человеческое считается, что есть шесть миров. Шесть основных способов существовать в буддизме. Снизу вверх это адские миры, где рождаются демоны, и демоны заняты гневом, страхом и паранойей на сто процентов. Или это адский мир, где все так плохо, что все только страдают и гибнут, но у демонов много жизней, они сразу возрождаются и по-новой. Или такой популярный демонский мир, где они сражаются, убивают и терзают друг друга. Чуть получше или там менее плохой мир голодных духов, претов, которых описывают как существа, у которых живот как город, а горло очень тонкое. И они все хотят, но ничего не получают. Такой целый мир сизифов. Танталов, пардон. Ну и сизифов тоже. Затем следует мир животных, и мы их видим. Животные заняты такой вот тупостью. Они не осознают себя, не понимают, что происходит. И считается, что есть даже мнение, что животное может воспринимать как одну жизнь, несколько перерождений подряд. Потом есть мир людей, и люди переживают все мешающие чувства. То есть люди находятся приблизительно посередине, условно. Выше мира людей находится мир асуров, завистливых божеств. Асуры очень развитые. Они очень храбрые, сильные, могущественные. По сравнению с нами боги. Но они могут воспринимать дэвов. И в мире асуров растет дерево исполнения желаний. Оплодоносит оно в мире дэвов. И асуры страшно завидуют, и все время с дэвами воюют. Но постоянно выхватывают, потому что разница весовых категорий. Так вот. Человеческое перерождение называется драгоценным. Потому что боги заняты своим блаженством, он зашибись. Асуры заняты ревностью. Животные тупят. Голодные духи обидуют. Демоны переполнены гневом. В этих всех состояниях существа испытывают только одну эмоцию. Им сложно даже представить себе существование чего-то другого. В этих мирах Будда приходит. Даже в эти миры. Но он не может их учить. Он не может с ними разговаривать. Он только может показывать что-то другое. Например, в мире демонов Будда появляется как самый большой и страшный демон, который ни на кого не нападает. И это все, что он может для них сделать. Отпоказать, что бывает что-то другое. Но люди могут гневаться как демоны, жадничать как преты, ревновать как асуры, да и гордиться как боги, тупить как звери. Поэтому человек в состоянии осознать непостоянство своих эмоций. И таким образом усомниться в их реальности. Тогда человек, который живет в какой-то жизненной ситуации, которая переполнена чем-то одним, как девушка из богатой семьи, Будда проделывает с ней примерно то же самое, что с демонами. Он демонстрирует ей нечто радикально отличающееся, чтобы создать для нее вот это свойственное человеку разнообразие. А для разбойника, который живет в мире близком к миру демонов, где много агрессии, паранойи, страха, гнева, он ему предлагает вот такие мирные звуки. То есть это именно такой, он пытается сделать человеческое перерождение этих людей еще более человеческим. То есть получается, можно сказать, что он указывает на то, что человек избегает, тот разбойник избегает нечто доброе, пытаясь выстать, ну как бы, в нем есть доброе начало такое, это оно человеческое, ему хочется созерцать этот ручеек, а я при этом являюсь разбойником, грозным, какой-то создаю образ, и по сути он ему указывает на то скрытое в нем, которое сам человек от себя прячет. Та же самая барышня, которая такая вся прелестная, я не знаю, какая-то там чудесная, а посмотри именно в лица в себе, что ты в себе увидишь. В том числе, в том числе, да, то есть это самое познавательное. В современном мире Лама Оли Ниддл придумывал совершенно гениальную штуку, которая меняла людей на глазах изумленной публики. Он каждый год, ну он сейчас уже старенький, когда он получше, был пободрее, он много лет каждый год ездил по России, и из Москвы во Владивосток по большей части, пару раз наоборот, но это месяц. Он делал остановки во всех городах, где жили его ученики, читал там лекции, ночевал как-то и ехал дальше. И он очень быстро догадался брать с собой своих европейских учеников. По сообщениям их коллег, они возвращались практически просветленными, то есть это всегда было зимой, это называлось зимний тур, то есть житель Испании, который в январе погрузился в поезд плацкартный, в Москве и поехал в школьных спортзалах, прыгал в Байкал в минус 40 и так далее, возвращался другим человеком в Европу. Если все проделать и с любым испанцем, наверное, без всякого буддизма. Ну, любой испанец, наверное, не согласится. Как минимум. А буддистам прям нравилось, многие потом второй, третий раз... В первой поездке это была просто компания буддистов, да, там пара отделений плацкартов, а последние годы это было два полностью выкупленных вагона. Артем, а ты меня слышал? Да, да, да. Тут был немножко обрыв связи, но в принципе смысл дошел. То есть получается, что человеческое состоит в разнообразии. Как нам нужна постоянно разная еда, просто потому, что психологически хочется разной еды. Также и все остальное. Впечатления должны быть разные. Если человека расширят до уровня бесчеловечности, то наоборот он более очеловечен. Разнообразие. Мне это сложно. Ну вот девушка нежненькая, которую он посадил на труд, потому что ее жизнь была так хороша, что она стала отдаляться от драгоценности человеческого существования. И он вернул ей разнообразие. Ну да, именно об этом я говорю. То есть получается, что если такая девушка заиграется в человечность, то она наоборот узится. Ну вот так по-человечески, а вот так уже не по-человечески. Вот это гуманно. И такого человека хорошо бы расширить до какого-то эмунистерства. Ну вот эта практика, кстати, именно на место я могу вспомнить ответы Оли на вопросы буддистского ламы, что когда его спрашивали мужчины, что им делать, чтобы, так сказать, духовно расти, то он мужчинам советовал учиться у своих женщин, развивать нежность, чувствительность, а еще советовал мужчинам пробовать, когда есть возможность, делать женскую работу. Особенно на буддистских курсах, где нужно обслуживать множество народу, например, готовить еду на кухне. И для многих мужчин это такое очень новое переживание, потому что женская работа она не заканчивается. Все мужские работы, вот я строил, вот я построил, вот оно стоит. Женская работа, вот я приготовила, вот я помыла, вот я обратно готовлю, вот я снова мою, а когда я закончу? Никогда. И для мужчин это, так сказать, ведет их прямо к просветлению. Однажды его спросили про женщины про то же самое, и он любопытно сказал, что женщинам стоит развивать физическую силу. Но вот в школе Кагио во всяком случае женщин, которые на ты с шуруповертом и торцовой пилой очень много, которые умеют строить, умеют пользоваться этими штуками. Я переживаю, что усыпил. А вот я так понимаю, что в индуизме, из которого вышел буддизм, кстати говоря, здесь дополнительно будет вопрос, боковой такой, я так понимаю, что буддизм не считает, ну, как бы сама традиция буддизма видимо не считает, что она как-то противоречит индуизму, скорее всего. Но это боковой вопрос. А я еще хотел сказать, что насколько знаком с концепцией индуизма, там тоже, да, человек имеет за счет каких-то особенностей и всех остальных существ какое-то преимущество, преимущество для какого-то прорыва, для какого-то скачка сознания. Ну, вот здесь я затрудняюсь ответить, насколько я знаю, в индуизме сильна такая идея выстраивания правильной жизни и правильного общества при помощи подобия миру богов, да, то есть вот эта идея, что вот есть брахма, вот есть старшие боги, есть младшие боги, вот такие вот правила, да, и они сделали там из головы брахманов какого-то убитого великана очередного, из там рук кшатриев, да, из чересел ващев, да, из бедер шудр, да, и чандал там из остатков. И что если человек как можно сильнее придерживается своей варны, это и будет, то есть в индуизме считается, что чем ты лучше соответствуешь своему месту. Вот эта штука на лбу, да, она же это знак чистоты варны, значит, мои предки никогда не перемешивались вместе. И кстати, с точки зрения традиционного индуизма европейские кришнаиты называются неблагодарные дети, потому что единственная правильная религия для человека это религия его родителей. Не важно насколько она правильная с точки зрения индуизма, это важнее всего, быть в том месте в иерархии, где ты родился, если ты будешь хорошо выполнять свою текущую роль, то ты родишься варной повыше, и потом и до богов доберешься. И Будда с этой точки зрения был вполне себе еретиком, так как обучал всех, то есть не видел разницы между Брахманом и Чандалой. Но там, наверное, трудно представить себе, что имеется в виду. Сейчас я объясню. Если почему они неприкасаемы, если Брахман прикоснется к Чандале, все его предки в этот момент окажутся в аду. Все до последнего. То есть вот так, с точки зрения индуизма Будда творил черное, а не с Чандалами ели из одного горшка. Все, хуже не приду. Но и сами буддисты не считают индуизм правильным. Считается, что боги теми же именами их называют, но описано довольно много есть таких историй про то, буддистский авторитет отказывался поклониться статуе Шивы, мотивируя это тем, что старшие младшим не кланяются. Ну да, старшие младшим не кланяются, но при этом как будто бы он встроил себя в это, просто таким мета-уровнем. Это да, это да, то есть сохранилась и концепция перерождения, сохранилась концепция колеса сансары, сохранилась концепция шести миров, те же самые, ну то есть и дэвы, и асуры, они существовали в индуизме до-будизма. А ты все шесть миров мне кажется в каком-то моменте остановился на дэвах. Это же то же ровно, да? Да. Сверху вниз дэвы, то есть боги, ниже них завистливые божества асуры, потом люди, потом животные, потом голодные духи, потом демоны и агунцы. У меня вопрос получается, что буддизм, появившись, как бы присвоил себе или открыл самую вершиную ступень божественного, да? Ну то есть, например, что, или может, я просто могу ошибаться, что вот был индуизм, да, с его огромным количеством божеств, в том числе Шива и все остальные, то Будда, он же получается, как находится выше, да, по иерархии. Он нигде, скорее, за границей этого. Его положение лучше, мы можем так сказать, но выше мы не можем сказать, да, потому что он вышел вслед с этой каруси, да, то есть, идея такая, да, что участь богов, она тоже довольно печальна. Описывается это так, что в адских мирах есть, ну, некоторые думают, что в Буддизме нет ада, а их там 18 штук, только крупных, и еще мелкие ответвления для особенных, значит, человек, который совершил какое-нибудь особенно изощренное зло, таким образом может создать для себя индивидуальный акт, если ему общепринято не подходит. И вот самый страшный акт называется Авичи, и говорят, что Будда рассказывал о том, что там происходит только самым высоким бодхисаттам, то есть тем, чей ум невероятно силен и крепок, и что когда они слушали его рассказы, у них текли кровавые слезы. Это важно. Так вот боги ведут свою жизнь в абсолютном блаженстве и не задумываются о будущем, но боги являются очень развитыми существами, задумавшиеся, они многое сразу понимают, и когда проходит тысяча неисчислимых кальп, вдруг бог начинает стареть от его тела, начинает идти запах, как от человека, который не мылся, цветы, гирляндах, которые он себе носит, начинает вянуть, и он понимает, что его хорошая карма исчерпалась, и следующее перерождение будет не таким хорошим. И считается, что в сансаре во всех мирах два самых страшных страдания. Это страдание ада, а вичи, и страдание умирающего бога. Он страдает скорее по контрасту, понимая, с чем расстается. а стать Буддой это значит больше в этом не участвовать, не рождаться. Если даже Бодхисаттва рождается и даже переживает, у него может болеть что-то, он может обижаться, злиться и так далее, может быть, меньше, чем обычный человек, но тем не менее. Но он уже не считает, что это относится к ним. Я просто задала этот вопрос, исходя из вашего рассказа о том, как младшим не кланяются. Но да, они считают, что быть буддистом лучше, то есть быть нищим, глупым, слабоумным монахом в монастыре буддистском с точки зрения буддиста гораздо лучше, чем быть богом. Прямо сильно лучше. У меня просто возникает такой вопрос. Получается, что наивысшей степенью я даже не знаю, какое слово сказать, существование или несуществование. То есть наивысшей степенью являются просветление и, соответственно, растворение. Растворение. Мы говорим просветление, в оригинале же использовалось слово нирвана. Нирвана переводится как угасание, то есть исчезновение чувства мыслей. Просто у меня очень забавным образом, который нам всем известен, возникает еще один вопрос. А есть ли, соответственно, еще что-то? И у меня даже, мне хочется сказать, что не что-то наивысшее, а получается, что существуют всего две стороны. Быть и не быть. И здесь буддизм говорит, что не быть это forever, то есть это круто. Не быть это круто, а быть для лохов. Да. Но по факту получается, что есть вот эти две стороны. Вы сейчас задаете вопрос мне, как мне или буддизм? Наверное, вам, как вам. Ну, я считаю, что буддизм имеет он очень когерентный, там все внутри довольно логично, и это все выглядит очень убедительно и практично, если мы примем во внимание, что эта жизнь не единственная. более того, если мы вообще начнем рассуждать с той точки зрения, что эта жизнь не единственная, она автоматически окажется и не главной. А ведь если после того, как я умру, со мной будет происходить что-то еще, и это что-то еще будет зависеть от моей деятельности сейчас, то мне надо заниматься этим в первую очередь, а не своей текущей жизнью. А вот каких-то свидетельств, которые бы говорили о том, что есть какая-то жизнь кроме этой, их собственно нет. А как они справляются с этим украсанием? А что если концепция перерождения только концепция? Мне кажется, они ее избегают, потому что один буддистский учитель даже говорил, что он не верит в перерождение и говорил, что необязательно верить в перерождение, чтобы быть они используют такую уловку. Если хорошо, допустим, мы неправы и нет перерождения, ты просто проживешь свою жизнь хорошим парнем. Я считаю, что это уловка и обман, потому что если есть следующие жизни, если есть безграничный океан страдания, который я могу покинуть, то заниматься надо этим. Это логично. Не заниматься этим тогда глупо. А вот если нет, и разница, сейчас я попробую описать. Есть такой герой в линии Кагио Милорепа. Он был черным магом и загубил своей магией много людей. Он сначала был красивым молодым парнем, родственники обидели его маму принадлежа наследству. Она очень плакала и просила, чтобы он выучился черной магии и отомстил. Он выучился черной магии и отомстил. Он вызвал в их конюшне иллюзию гигантских скорпионов. Эта иллюзия напугала коней, а конюшни на первом этаже. Кони стали рваться, сломали подпорки, рухнул дом, и он еще селем это заравнял, и 30 человек нашли бил. Когда он это сделал, его учитель черной магии и сказал, что, мол, какая жесть, мы с тобой оба отправимся в ад, если не успеем достичь просветления в этой жизни. Так что ты помолкай, давай, короче, или ты остайся с моей женой, а я пойду искать просветление, или ты иди, то есть за нас двое. Жена, видимо, была у него очень симпатичная, и, говори, отправился искать просветление. Жену нельзя было бросить. Но, типа, один достигнет просветления, обоим послабление. Миларепа нашел, значит, великого, тоже великого героя, Марку Переводчика, про Миларепу в фильме есть, и сказал, что хочет, значит, у него учиться. Марка увидел сразу его ужасно плохую карму и огромную гордость человека, который может такую магию творить. И он сказал, я могу тебя научить, но ты должен вот здесь взять землю и камни, и вот там построить мне квадратный дом вот на той горе. И Миларепа бросился строить, и строил, строил, и уже достраивал. Тут Марка говорит, а что ты делаешь? Он говорит, ну ты же мне сказал. Он говорит, да я был бухой. Это все разбираешь, землю и камни назад, вот здесь возьмешь материалы, вот там построишь треугольник. И так Миларепа ему построил восемь домов. Много лет он этим занимался. И уже строя последний, ужасе, то что Марка опять проделает вот эту фигню, он уже хотел повеситься. И тут Марка пришел, сказал, ладно, ладно, все уже, не доделали. И он даже последний этаж кстати о домах. Дом, который предположительно построил Миларепа, это же реликвия, он стоит, вот это были не хижины, последний это 11-этажка. И сама она идея большой. И Марка говорит, хорошо, все-все, ты просто был сильно гордый черный мах, и он дал ему поучение медитировать, и Миларепа бросился медитировать, сдавился в пещеру и медитировал. И вот его мотивация, он боялся смерти, потому что это означало прекращение практики и путь в ад. Ему лет было уже много, он был старый, кругом был 10-й век, и он даже не ходил в деревню за едой. Там оршебников принято кормить, что он варил крапиву и ел ее. От этого стал зеленый и потерял силы. И вот так ползал по кустам за крапивой, и охотники думали, что это леший. И он столько варил крапиву, что однажды он уронил горшок в ленины, в котором варил, он разбился, а там вот такой нагар из крапивы остался, и он еще им пользовался. И вот описание его переживаний, что у него стерлась подушка для медитации, и он на камне сидел жопой. Но у нее была шуба потертая, которую ему 10 лет назад охотник подарил. Он хотел из этой шубы сшить новую подушку. И он сидел сшил, и его пронзила мысль, что я, может быть, умру сейчас, а я шью как идиот. Вот это отношение, если мы смотрим на мир, как его видит буддист, то мне кажется, это отношение единственно правильное. даже если я хочу чего-то, скажем так, мирского, если я не родился красавчиком, мне просто нужно демонстрировать доброту и терпение, и я рожусь ослепительным, как Брэд Питт или вообще Джейсон Мамоа. Если у меня не хватает денег, мне просто надо раздать все, что у меня есть, и продолжать отдавать, и бесплатно работать, пока я не умру. Я просто рожусь богатым, и мне не надо будет никогда больше работать. То есть это, ну, и уж самое привлекательное, да, я могу всю жизнь потратить на медитацию, достичь просветления и быть всегда абсолютно счастливым. Это же нормально, да, зачем делать что-то другое. А вот если я умру и умру, тогда медитация это полезное занятие на уровне утренней зарядки, которому уделять там пять минут перед физкультурой и пять минут после физкультуры совершенно нормально. И поймут, или вот там и пахнет. А, ну вот последнее то, что ты говоришь, да, вот эти вот все дела про заслужить в следующей жизни у меня будет все классно. Мне кажется, это какая-то вот в смысле буддишка революции это какой-то откат назад. Это какая-то, ну не знаю, контрреволюция к индуизму, да, вот опять такое архаическое мышление, где, ну ничего, я здесь заработаю. То есть вот какая-то фишка про заслужить. у меня пока сложилось впечатление, что буддизм, это не правда служить, это совершенно другое. Про перестать, про прекратить. Оба два. Вы запомните ваш вопрос? И то, и другое. То есть считается, что методами алмазного пути при большом везении можно достичь просветления за 2-3 жизни. Методами великого пути за 100-200 жизней, а методами малого пути примерно за 1000 жизней. То есть это все равно не произойдет сегодня. Соответственно есть такие поводы. а рассказы эти возникают о том, какие действия приводят к каким последствиям. Они возникают из проповедей учителей Махаяны, а может быть от Хировады, я просто не слышал проповедей, где они описывают, какая деятельность приводит к каким результатам. В основном, конечно, стараясь отвратить людей от зла, они говорят, что охота приведет к каким-то адским страданиям, что если кого-то бить, или вредить телам других людей любым способом, то родишься больным и быстро умрешь, а если быстро умрешь, то не успеешь попрактиковать как следует, но тут же они рассказывают естественно и полезные вещи. И заслуга, то есть сама концепция заслуги, стяжание каких-то благоприятных впечатлений, потому что это важно, карма это впечатление в уме, то есть это не запись в черной книжке, это то, что я помню о своих действиях, поэтому мысли тоже оставляют карму, только меньше, чем деятельность. И простыми словами они говорят, что из хорошего сна легче проснуться, то есть имея благополучную жизнь, проще практиковать и идти просветываться, а когда все плохо, то не доходит. Поэтому заслуга имеет значение, приобретя большую заслугу, можно встретить буддистского учителя или Будду, например, как в Джатаках описаны разные, это такой сборник рассказов про Будду, где описаны встречи с ним разных людей, а иногда и не людей, чудовищ всяких забавных, которые часто заканчиваются таким одинаковым пассажем, когда Будда подходит к человеку какому-то интересному, и говорит, а помнишь, и рассказывает своим ученикам, что в прошлой жизни он сделал то-то и то-то, и поэтому видите, вот результаты. И там есть, когда чудовище страшное со множеством голов от разных животных вылазило на берег, и Будда к нему подошел и говорит, а я, помнишь, и рассказал, что это был монах, который практиковал со своими друзьями-отшельниками, он очень был преданный, классный, но ему нравилось давать своим товарищам по практике обидные прозвища, типа, свиная рожа, собачья башка и так далее, и он превратился в чудовище с набором вот этих существ, с этих голов, но будучи, практиковал он хорошо, у него была хорошая карма, поэтому встретился с Буддой. Или там в деревне одной говорят, вот там Будда был, типа, популярный мудрец, и люди говорили, вот там любопытное явление, как ты прокомментируешь, что родился, значит, мальчик, и он превратился, а у него в ухе изумруд, прям в мочке, вот как серега, сразу, и Будда говорит, ну, этого я, типа, хорошо знаю, это был молодой купец, в прошлой жизни он приехал по делам в большой город, и пошел на прогулку, просто пройтись, и не взял с собой ни кошелька, ни документов, и увидел, что строится ступа, буддистское священное сооружение, и до того вдохновился, и хотел что-то дать, каких-то денег, а ничего с собой не было, и он фамильную серьгу с огромным изумрудом из уха вынул и подарил, это был очень дорогой для него предмет, но он проявил такую щедрость, и теперь вот он встретился с Буддой, стал его учеником, и у него этот изумруд был в ухе сразу при рождении, то есть это такие вот учебные истории про карму, они первыми стали таким источником идеи заслуги, то есть заслуга может обеспечить благоприятные условия для практики и движения к прослушиванию. Я хотела спросить относительно смерти. Вот в буддизме были ли течения, которые, например, отвергали бы существование смерти? Весь буддизм отвергает существование смерти. Я просто искала формулировку, как правильно об этом спросить. То есть в буддизме смерти нет. Смерти нет. Когда заканчивается это существование, тело состарилось, испортилось, и оно умирает. То есть тело умирает, и ум от него освобождается. Неподготовленный ум обычно получает шок, и происходит с ним потеря памяти. и какое-то 49 дней обычно он блуждает, так сказать, так называемое сансари. Он переживает последствия своих действий и всяческие эмоциональные аффекты. Как правило, в это время выглядит он примерно так, как привык себя видеть. Через 49 дней открываются врата Лона и, например, Тибетская книга мертвых это текст, который читали умершему человеку, чтобы он не переродился. Чтобы он нашел путь. Да. Ну, то есть в это время же у человека нет тела, и, соответственно, нет телесных ограничений. Если он в это время постарается, то он может как-то обхитрить систему и просветлиться в этот момент. Но через 49 дней наступает такое сочетание закономерности и случайности. В зависимости от того, кто поблизости из тех, с кем у этого потока сознания есть связь кармическая, занимается любовь. Потому что все мы перерождаемся с безначальных времен и по вопросу значит количества хорошей или плохой кармы чисто математически мы все делали все. и если тут в кустах собаки трахаются, с которыми у меня кармическая связь, то меня втянет между ними и я почувствую вожделение например к сучке и ревность к самцу и рожусь к кобелям. Если это будут демоны неподалеку, если будут боги, если будут люди, то есть это будут те существа, с которыми есть связь. Если у меня больше связи с собаками, чем с богами, то у меня больше шансов на собак. Но они чаще встречаются, так скажем. Но в целом считается, что большая часть людей перерождается людьми. То есть это и привычка, и людей много, и любовью они занимаются все время. и также считается, что как правило перерождение, если не было специальной деятельности направленной, даже гендер сохранится. Просто потому, что мы привыкли так себя воспринимать. То есть мы привыкли видеть себя мужчинами и женщинами, и скорее всего в следующей жизни будет тоже сам. То есть карма это такая ужасающая своим автоматизмом рефлекторная дуга, нажал, там получилось. Кошмар. Согласен. У меня еще один странный вопрос. По поводу растений. Вообще возможно ли их перерождение в форме леса? Считается, что у них нет сознания, и их переродиться с растением. То есть родиться Баобобом нет. То есть всякие подобные истории о перерождении людей в растения это мифы? К буддизму они не относятся. А как у них связано с перерождением и со временем? То есть если я перерождаюсь, мое тело умерло, я перерождаюсь через 49 дней, я в какое время рождаюсь? Как-то это они регулируют? Обычный человек будет рождаться в хронологическом порядке. То есть через 49 дней этого же года, этого же месяца? Да, да. В смысле странно. при наличии какой-то совершенно эксклюзивной кармы, это надо что-то отчебучить очень странное, в принципе нет препятствий, поскольку все это является иллюзией, включая время, нет препятствий для перерождения в другом времени. Но карма это в том числе привычки. И мы очень сильно привыкли к последовательному времени. Поэтому для абсолютного большинства из нас перерождение будет проходить в привычном нам временном порядке. Если я привыкла быть женщиной, родившись в 79-м году и дожившись в какой-то лет, почему бы мне не переродиться снова женщиной 79-го года? Вы за то время, которое жили, вы привыкли, что время идет. Так оно уже пойдет снова. Но в момент смерти у вас в голове уже прошло сколько-то времени. Мы к самому времени привыкли, что оно вот так идет, и что в нем невозможно движение назад, и ум после смерти будет этих правил придерживаться. то есть если я просветлюсь, то я вспомню все свои жизни в аналогическом порядке с какого-то какого-то... И если вы близки к просветлению и вам зачем-то понадобится переродиться в таком-то прошлом, это возможно. Или вообще в другом мире. На другой планете, скажем так. А он никогда существует? Да. Считается, что наш мир, где мы живем, его называют мир розовых яблот, континент Джамбутбипа, находится с красной стороны мировой горы Меру. У нее четыре стороны, она имеет форму пирамиды, они разного цвета, и здесь живут люди с круглыми головами. На вопрос, так сказать, буддийским учителям, есть книги, где они описывают какие-то миры, мириады миров, она так и называется. Там описаны четыре континента, где тут люди с круглыми головами, с треугольными, с квадратными и с ромбовидными. Они не совсем квадратные, они настолько же квадратные, насколько она же круглая. Но все это миры людей, там тоже бывает Будда и так далее. Они говорят, что так видят мир боги. А для нас один континент наш, где люди с круглыми головами, это некий участок Вселенной, где есть звезды, планеты, и на них тоже живут люди с круглыми головами. А там другой континент, где-то другие дела. задали вопрос, а буддистский ад вечный, спрашивает Никита. Буддистский ад не вечный, это форма существования, в аду рождаются, живут и умирают. Если это такой самый густонаселенный ад с демонами, то есть ад паранойи горячий, то есть там он похож на христианский ад, условно, то есть там страшные демоны, это жители его, они там рождаются, они убивают, терзают, рвут на куски друг друга, у них по многу жизней, они гибнут, немедленно возрождаются, снова сражаются, так проходит значительное время, какие-то тысячелетия, но потом они все равно стареют и умирают окончательно и рождаются в каком-нибудь другом месте, в зависимости от кармы. Кармапа испугался, что после смерти он попадет в ад, это он умрет и родится в аду, у него будет мама и папа, только они не будут его любить. Чем отличается? Ну, акшет. А если они там только берутся, как они отрывают друг друга? Не отвлекаясь от сражений. Есть же описание клингонского секса, который больше похож на кровавую битву. Я думаю, примерно так. А также они могут быть какими-нибудь яйцекладущими, бесполыми и так далее. Или рождаться из огня. Им не обязательно придерживаться секс-полового размножения. Про Майтрею. Я мало знаю про Майтрею. Мне известно, что считается, что Майтрея будет следующим Буду. Что это значит? Считается, что пока существует Вселенная, придет тысяча Будд. То есть, это те Будды, которые будут воплощены физически, родятся на Земле и будут учить людей Дхарми. Дхарма – это Буддис, скажем так. на сегодняшний день Майтрея является частью Буддистского пантеона в качестве Будды мудрости. Его изображают... Извини, Вселенная это имеет в виду мир розовых яблок или это все вместе вокруг горы мира? Все вместе. И тысяча Будд это не конец. Это в смысле, когда придет тысяча Будд, потом Вселенная разрушится, а потом возникнет заново и все опять делается. Майтрею изображают оранжевым и с огненным мечом, который рассекает неведение. То есть он считается таким Буддой мудрости, который будет вести существ к просветлению через знание, понимание, логику и, так сказать, силу интеллекта. Будда Шакьямуни считается четвертым Буддой нашей эпохи. Пока существует эта Вселенная, мы сейчас в самом начале, Будда Шакьямуни будет четвертый, еще осталось 996. Майтрея будет пятым. Это все, он придет после окончательно темных времен. В принципе, это все, что мне о нем известно. А, еще мне известно, что считается, что алмазный путь передают из всех этих Будд только четыре. и Майтрея к ним не относится. В эпоху, во времена следующего Будды Майтрея в Аджрайяне не будет. По поводу предыдущего вопроса про ад, у меня есть некоторое уточнение. Я надеюсь, Саша, ты мне поможешь или подправишь. Возможно ли просветлеть из ада? Нет. Просто есть забавный опыт, который я читала очень давно. Саша, может быть, ты меня провернешь, скорее всего, по поводу компьютерной игры и опытов с искусственным интеллектом, когда бот в игре осознал то, что он постоянно сражается и просто потом перестал это делать. То есть, игра начала сама контролировать процесс. Ты не слышал об этом опыте? Я тоже, честно говоря, мне кажется, искусственный интеллект еще не так крут. Но если демон в аду осознает, что он сражается и что, незачем. Ради этого Будда приходит в акт в форме самого большого страшного демона, который не сражается. Он самый большой, он ни на кого не нападает. Другие демоны его боятся, а он не нападает. И таким образом он демонстрирует принципиальную возможность нового поведения. Это вроде как все, что он может за ней сделать. Но еще говорят, что если это горячий ад, то он держит в руке чашу с холодной водой. Но там в этом мире такого нет явления. А если это холодный ад, то он держит факер. Демонстрируем что-то другое. И считается, что это максимально доступное впечатление. Может быть можно как-то иначе. на всякого другого демона нападут другие демоны и просто его убьют. он не будет драться. И в этом случае у него просто будет чуть больше хороших впечатлений в уме, какая-то идея о том, что возможно другое существование и у него будет больше шансов на более уютное времяпрепровождение. Точно так же очень сложно достичь просветления из мира богов. То есть в мир богов Будда приходит как музыкант, играет на флейте красивые мелодии, боги начинают слушать, они любят все красивое, и это их единственный шанс понять, что красота музыки в ее непостоянстве. Одна нота некрасива, и тогда они могут задуматься о непостоянстве до того, как смерть к ним приблизится. То есть у богов самые главные их самое главная проблема в том, что они не могут осознать свои не слишком хорошо. А где кстати разница между вот этим счастьем, чтобы все было хорошо, к которому стремятся, и вот этих богов, у которых все слишком хорошо. Ну, хорошее наблюдение, хорошее наблюдение, частенько говорят о шести мирах, как о метафоре. То есть человек может быть поглощен любым из мешающих чувств. Более того, есть миры. То есть мы можем считать, что Сомали, воюющая Африка, вообще зона боевых действий это такое место адских эмоций. шоу-бизнес очень похож на мир завистливых божеств. Где все у всех хорошо, но всем все время мало. И на тех, у которых большое живот и низкое бородочное фотографии. Ну, у них всего много, но им не хватает. Журналистика. Журналистика похожа на мир завистливых божеств. Ну, вот, а там жизнь олигарха это такая вот жизнь похожая на жизнь бога, когда все очень хорошо, все доступно, но последняя рубашка без кармана. Нужно вопрос про карму? Конечно. Я так понимаю, что карма это какая-то такая штука, которая как бы обслуживает в какой-то степени людей. То есть, ты говоришь, что люди перерождаются людьми, потому что им так привычно. Могли бы переврождаться в любую дичь, но так привычно. То есть, реальность, она как ну вот эти кармические последствия, они в какой-то такой более-менее очерченной каким-то конкретным очерченным правилам происходят. Эти правила, они всем более-менее понятны, привычны и удобны. То есть, с одной стороны, все находятся под властью кармы. С другой стороны, если постараться, то можно взять это в свои руки и не нарушить их правил и постепенно сознательными своими действиями прийти к просветлению. То есть, для того, чтобы в конечном счете полностью не быть, сначала нужно быть очень сильно. Сначала нужно прям максимально быть, чтобы потом прийти к тому, чтобы не быть. Да, верное замечание. Чтобы перестать создавать карму, нужно сначала создавать много хорошей, по возможности избавиться от плохой. И в Махаяне и в Аджраяне это прям комплекс мероприятий. Я попробую дать представление. Кроме поведения, которое рекомендуется, хорошо себя вести. Есть специальные практики, которые в случае Махаяны и Ваджраяны делают даже мерями. Например, это практика нендра или четыре основополагающие медитации. То есть, это медитация выполняемая с простираниями. простирание это такой супер земной поклон. лечь и встать. Лечь на живот так. Обычно делают скользкий пол и какие-то такие скользячки под руки. Вытягиваешься и потом встаешь. И в это время представляешь определенную картину. Так называемое дерево прибежище. Там сидят всякие будды, хисапы. Вокруг видишь всех живых существ, своих родителей рядом, которые вместе с собой медитируют. И так нужно делать. Например, миряне делают в школе Кагью 111 111 простираний. А монахи делают миллион простираний. Это долго, это много работы. Когда простирания закончены, нужно сделать медитацию алмазного ума. Это сидячая медитация, нужно сесть, под головой приставить Будду алмазный ум, и как вытекающая из него жидкость из большого пальца ноги очищает наше тело и ум от всякого плохого. И при этом повторяется стослоговая мантра. В ней стослогов, она длинная. И ее надо тоже повторить мирянам 111 111 раз. Потом делается медитация подношения мандалы. Это такая медитация, развивающая щедрость. Для этого используется обычно такой покрашенный в разные цвета рис, в который добавлены всякие драгоценные штучки, бусинки, богатые люди драгоценные камни добавляют. И такой используется специальный бронзовый диск. И вместе с мантрой, с текстами, даже с определенными песнями иногда уже насыпая из этого риса кучки представлять всякие штуки, какие атрибуты совершенного мира. Совершенный дом, совершенный транспорт, это обычно волшебный слон, волшебный конь, супер генерал, супер царь, супер женщина, то есть нечто супер супер пупер вау, и потом это смахивается движением святого диска, даря это всем существам. Это тоже надо сделать 111 и потом еще делается медитация на ламу, и там тоже 100 тысяч раз или миллион. Монахи делают еще пятую практику по отношению сок, я не очень хорошо знаю, но это связано с отношением еды, связано с тем, что представляется какая-то пища, и она дается. Это довольно много работы, это значительные усилия, которые нужно проделать перед тем, как делать что-то вроде Шамадхи и Вибасу. То есть имеется в виду, что человек это делает, а вот потом он может делать центральную технику кисновой школы или ту практику, которую назначит ему его учитель. То есть после этого он начнет двигаться к просветлению непосредственно. То есть даже на этом уровне это много действий. Слушай, Саша, а вот мне знаешь, что непонятен момент, а как мне отличить? Окей, у меня есть страдания от иллюзий, от создания, это некое виртуальное, которое я создаю. Вот эти все практики, они же тоже виртуальные. Я представляю, что я там, то-то, то-то и так далее. Но есть ли и то представление, и это представление, как мне, по каким критериям отличать это представление? Потому что и то, и то я представляю. идеально, если ты научишься их не различать. Все медитации великого и алмазного пути заканчиваются растворением. То есть, если я представляю, вот, например, я делал простирание, представил себе дерево-прибежище, там у него золотой ствол, серебряные ветки, на нем висят плоды вечной жизни исполнения желаний, на нем сидят будды и подкисапы, впереди стоит коренной лама, он в форме такого синего красивого мужика прозрачного, и он стоя соединяется с красной женщиной, которая является воплощением мудрости всех будд, и у них за спиной библиотека со всеми самыми, короче, дофига всего. И я медитирую, и с этой оттачиваюсь, и дарю этому свое тело речи уму. То есть, я вовлекаюсь в это крайне и когда я заканчиваю, это все и я тоже растворяется в свете, сливается со мной, и все исчезает, остается только смерть. То есть, я обучаюсь тому, что я создаю миры и растворяю миры. Если я буду долго, наверное, много жизней обучаться, то у меня хватит умения растворить этот мир, потому что его тоже я создаю. Вопрос направленности. Вот это хорошо, представлять и растворять, а представлять квартиру и машину это как бы так себе. Если умеешь растворять, то тоже хорошо. Вопрос в последней части. То есть, медитация является иллюзией, и это учебная иллюзия, которая растворяет другие иллюзии, а потом растворяет сама себя. тренируешься. Наверное, человеку проще отказаться, нежели пытаться отказываться от того, что он желает прямо здесь и сейчас. Вот там, да, вот, коммерческом материале. Типа, такая, ну, заход с другой стороны, что ты не от этого отказываешься, ты вот это воображаешь и растворяешь, от него отказываешься. тренируешься. Это вопрос тренировок и есть такая история, что иногда ее про Будду рассказывают, а иногда про тибетского такого йогина, сейчас вспомню, как зовут, скажу, что очень жадный человек, очень жадный царь хотел у него учиться и сам такой говорит, я такой жадный, я вообще никому ничего не хочу давать. И как невозможно. Он говорит, слушай, ну, давай вот ты за едой берешь картошку вот так в правую руку и вот так в левую. Норм, ну, ладно, это теперь из левой в правую. И он так упражнялся, норм, а потом хорошо, теперь вот у тебя сын ест, давай ты ему и так. И постепенно он его научил сначала давать самому себе, потом давать своим любимым людям, потом слугам, а потом тот увлекся, все раздал и стал монахом. То есть эта идея, что это постепенно с легкого растворить что-то, что мы только что представили, с чем мы рядом находимся меньше часа, конечно, гораздо проще, чем то, с чем мы находимся в бесчисленной экологической жизни. Вы хотели? Нет, можно ответить. Лина, я ответил на ваш вопрос? Нет. Да, в целом, да, у меня еще микровопрос. Вообще практика и путь буддизма изначально он доступен для всех или есть какие-то категории людей, которым вообще туда нельзя? С точки зрения буддизма любой, кто хочет, может его практиковать. А есть другая точка зрения? В смысле, ну, сейчас ты противопоставил ей свою или мне показалось? Есть практические трудности. То есть человек может, ну, есть набор таких атрибутов драгоценного человеческого перерождения, драгоценным человеческим перерождением называется такое, которое позволяет практиковать буддизм. И понятно, что там нужно родиться человеком в мире, в котором есть буддизм, чтобы был относительно недалеко учитель, чтобы хватало мозгов понять учение и чтобы хватало денег и времени на это. То есть если человек может это делать, но может быть он не может, может быть он родился в Сомали и не умеет читать. он вроде как может, но вряд ли. А просветление в итоге гарантируется в какой-то из жизни? Если ты вот будешь прямо упор это практиковать, такой в этой жизни там все свои силы на это бросишь, то однажды... есть практики, которые гарантируют просветление практически сразу после смерти. в частности, в частности, в частности, несмотря на то, что я будешь не практикую уже много лет, не разделяю эти воззрения, я прошел практику Пхова и у меня были явные тайные знаки, как у большинства учителей Оли Нидова, учеников Оли Нидова. Это означает, что после смерти мой ум не отправится в перерождение, а под влиянием результата в этой практике окажется в так называемой чистой стране Будды Амитабы. Будда Амитаба, когда был еще существом, а не Буддой, так жалел всех существ, что делал такие сильные пожелания, что когда я стану Буддой, пусть в моем сердце появится страна, где не будет никаких страданий, будут все условия для просветления и пусть там сможет родиться каждый, кто хочет или хотя бы просто произносит мое имя и если так не будет, то пусть я никогда не стану Буддой. Ну, он медитировал хорошо, Будда и стал, и эта страна в его сердце появилась. И вот практика обховывает, такая, так называемая йога умирания, это практика, которая должна привести практикующих после смерти в сердце Будды Амитабы. Там они рождаются из мотосов, их тела сделаны из энергии света, всех телесных трудностей они не имеют, им не нужно добывать средства к существованию или как-то защищать себя от погодных условий. И это такой учебный буддистский райский университет, там все очень хорошо и постоянно преподают Будда Амитаба и Амвала Петишвара. А если для кого-то эти парни являются чересчур академичными, то и кто-то склонен к тантрическим учениям, оттуда можно путешествовать в места, где живут Будды с более интенсивным и увлекательным стилем обучения, например, к лотоядным Дакине. Дакине это такие леди Будды, и если практикующие подносят ей свое тело, она его съедает, но как и все, эти Дакине тоже состоят из энергии света, и съеденный проходит через ее энергетические центры, в каждом из которых растворяются соответствующие завесы его ума, и потом она его рожает, и он рождается Будды. Ну и так сказать, в кратчайшие сроки в таких местах достигают существа просветления, и потом выбирают, где им переродиться, чтобы помогать другу. То есть есть способы гарантировать просветление. Болбатик. Это не фантазия. Да. И да, медитации алмазного пути, они отличаются крайней красочностью, там прям Саша, а сколько это было в буддизме, как ну, и если это уместно поход, точно не исходить. Семь лет. Тут есть такой интересный парадокс. Я очень близко к сердцу воспринял последнее получение Будды, в котором он перед смертью сказал, что пацаны, не доверяйте ничему, что сказали другие, чей бы авторитет это не был, даже если это сказал я, проверяйте все своим опытом. И считается в общем полезным буддистским занятием проверять поучение, изо всех сил изучать, искать, так как предполагается, что буддизм это не вера, а это правда. И меня заинтересовало понятие кармы, потому что вопрос-то, если существует карма, почему люди воруют, а они богатые, должны быть бедными. Ответы на это есть, что они бедными будут потом, или они чувствуют себя бедными, вне зависимости от того, что у них есть, что формирует нехватку своем. Но это не объясняет всю штуку. Я приставал к учителям путешествующим, читал книжки, доставал всех вопросами, а как я могу проверить, что карма существует, что существует карма, существует будущее жизни и так далее. Все, что я обнаружил, это либо отсылки на книжки про посмертный опыт, либо отсылки на такой магический авторитет Будды и Лам. Такие идеи, что все, что пока Лама говорил, это все сбывалось. Он видит прошлое, настоящее будущее, значит, то, что он говорит о том, что происходит за пределами жизни, тоже правда. Но я вполне столкнулся с тем, что предсказания, которые делает Оля, и даже обещания, которые он дает, сбывается не всегда. То есть, он мудрый, образованный, харизматичный человек, но он человек, он способен ошибаться. Соответственно, этот способ познания мне больше не годился. Тогда я стал изучать вопрос посмертного опыта. Я обнаружил, что тот человек, который книжку про это написал, сейчас не помню, недавно, что собственно он-то описал только те случаи, где люди, пережившие клиническую смерть, описывали какой-то посмертный опыт, а было их всего 4%. У нас, знаете, в популяции 4% психотиков, они не такое опишут. То есть, это никуда не годится в качестве доказательства. Тогда я стал искать другие способы, как еще можно что-то проверить и доказать. Таким образом, я стал изучать эпистемологию, западную философию, формальную логику и могу сказать, что самое освобождающее знание, которое я когда-либо получил, это формальная логика. То есть, это сэкономило мне невероятное количество денег, сил, усилий и нервов. Всем советую, отличная штука. Единственное, что ее совершенно не годится учить и на этом останавливаться. Это как футбол, это надо уметь делать. Ее надо тренироваться применять. Там же мало содержания, логики, мало содержания. Ее рассказать можно за 15 минут. Но пользоваться ей надо тренироваться. Так же, как ходят фигуры в шахматах, тоже можно рассказать за 5 минут. Учиться надо долго. И я обнаружил, измечая эту самую эпистемологию и логику, а в дальнейшем еще попера и байеса, я вышел к выводу, что нет никаких оснований считать, что будущее жизни существует. А это значит, что вся концепция кармы и прочего, она, в общем-то, рассыпается. бездоказательно. И тогда получается, что действительно медитация это неплохо, по 10 минут в день. Но и не обязательно, можно я книжку прочитать, не сказать, что что-то радикальное произвели. Вот, собственно, и все. Вот так оно и развелилось. То есть оно держится на деле? Да. Да. Но это вера, так я... в аврамических религиях вера, она такая на флаге, да, то в буддизме вера так... она стоит тихонечко в углу, и ее почти не видно, но она все держит. Но в буддизме же вера, опять же, да, изначально из индуизма, а там это просто само собой. Насколько я там знаком, перерождение предполагалось само собой, да, то есть как бы вот, спрашивал. Это просто культурный момент, тебя не спрашивают, веришь ты или не веришь, там, мы так живем и много тысяч лет и все. Естественно, что это и есть перерождение. Большое спасибо за отдельный спич про эпистемологию логику. Сразу скажу, что в рамках этого курса мы будем проходить формальную логику, конечно, только лишь ее основы, когда коснемся Аристотель. А дальше я прям полностью поддерживаю и в этом надо упражнять. Дорогие друзья, призываю вас очень сильно. И, Саша, я тебя хочу тогда попросить прокомментировать вот этот феномен Далай-Ламы. Это просто подогнанный или может быть это просто подогнанный фокус детьми, которые узнают предметы эти, которые вот тестируют ты ли тот самый, не ты ли тот самый. Ну и рождаются вроде как вполне такие, как минимум харизматичные из этого всего появляются как минимум харизматичные мужики или мужик один, не знаю, через перерождение. Ну и вообще достаточно такого вида. Убедительные такие люди. Ну, я могу здесь сказать, что я думаю, опираясь на то, что я знаю. Далай-Лама не первые хронологические перерождения, первым считается как раз Кармак, глава школы Кармак. Далай-Лама не главный буддист. Далай-Лама последний король Тибета. То есть последние там столетия Далай-Ламы правили Тибетом, то есть он король его, и глава школы Игилукпа. И первый Далай-Лама был учеником четвертого или пятого Кармапа. Считается, что это Кармапа их и научил перерождаться. Про Кармап рассказывают, что они узнают сами себя, что маленький Кармапа знает, что он Кармапа. И там всякие такие рассказы, что он родился, прошел четыре шага, сел с ровной спиной, сказал вслух я Кармапа, а потом шлепнулся на спинку и дальше вел себя как обычный младенец, но типа проманифестировал. Собственно, последние несколько веков и Далай-Ламы, и Кармапы, и регенты Кармапы. И у Кармапа есть четыре регента, которые его ищут, выбирают, такие его заместители, и которые рулят школой Кавио, когда Кармапа маленький, и они его обучают. Кармапа потом обучают маленьких регентов, например. То есть есть такая передача от человека к человеку. Сейчас к текущему Кармапе, их, кстати, сейчас два, у китайцев есть свой, и есть раскол в школе Кавио. Европейские и индийские буддисты считают, что правильный Кармапа вот этот, но коммунистическая партия Китая, она же давно уже выпустила закон о том, что перерождающихся лам может назначать только коммунистическая партия Китая. По этой причине, кстати, Лама сказал, что он больше перерождаться не будет. Но коммунистическая партия Китая сказала, что будет. Но последние несколько столетий все Тулку, да, такие ламы называются Тулку, они рождаются в семьях лам, в семьях духовенства. Их отцы, дяди, тети, дедушки, они все ламы и высокие. В частности, ныне действующий Кармапа, его папа высокий лама школы Нингма, его дедушка лама школы Кагью, его дядя тоже лама школы Нингма, когда нужны дети. В частности, у Кармапа с монахом вроде как во всем женился и у него родился ребенок. Уже 3-4 года. Что, в принципе, хорошая новость, потому что 17-й Кармапа мужчина экстремальной красоты, почти такой же красивый, как Джейсон Момоа. Все, кто видел фотографии, девушки очень жевели, что он монах. 17-й. Я вижу, что-то гуглишь, 17-й Кармапа. Тхайе Дорже. А китайского Урувьен Трюли. То есть это очень легко, ну как бы не сфальсифицировать, убедите самих себя. Это люди, которые в этом находятся. После чего ребенка с самого детства воспитывают быть этим человеком. Он живет внутри Тхармы. Его он постоянно видит, как это делают его родственники. Делают они это опять же много столетий. Я могу сказать, что на мой взгляд в тибетском буддизме таких психологических сугестивных самосугестивных находок просто прям росы. То есть их идеи визуализации они очень сильные и очень ловко придуманы и еще ждет своего исследователя. я думаю, что многие же из этих феноменов они на сегодняшний момент исследованы. Например, вернусь к этому позже сейчас про тулку. Я думаю, что это такой вот феномен, так они сделаны. Та церемония, когда маленький Далай-Лама выбирает игрушки, наблюдают за ней только регенты Далай-Ламы. Это не проходит при большом стечении народу или независимых экспертов. Там находятся только крайне заинтересованные лица. Ну и я понимаю, что учитывая ситуацию, они могут собрать 5-10 детей, которые по своему происхождению, по своим семьям все годятся в Далай-Лам. И кто бы из них не выбрал подходящие игрушки, из него воспитают вполне нормального Далай-Лам. Ну то есть это нормальная такая немножко для нас экзотическая форма доследственной монархии. Да. Да. Такое теократическое. А что касается находок, есть такой исследователь русский, русско-татарский Ренат Минвалеев. Он занимается исследованием йоги индийской и он физиолог и тибетских секретных йог. Вот йога Пховы, которая очень интересная и потому что от нее остается дырочка в черепе. То есть при помощи визуализации и звуков люди себе делают вот тут дырку в кости, ее рентген показывают. Ну то есть за несколько лет она там затягивается, но кто часто делает, у тех прям дырка иногда большая. А есть еще йога, там шесть йогнарок, там шесть вот таких магических практик. Одна из них это йога тумо, когда они сушат простынь на себе в мороз. Вот это высушивание простыни, это тестовое задание, что йогин одолел. Вот Минвалеев изучал эту практику, его допустили тибетцы посмотреть, он смотрел, замерял всячески, он написал диссер, сделал открытие, он открыл теплотворную функцию легких, открытие в области физиологии, и учит этому тумо всех желающих с большой скоростью, гораздо быстрее, то есть, когда у него есть научное понимание, что происходит, что надо делать, то у него уходит на обучение, ну, рекорд это три дня, то есть, он как-то подразделение спецназа обучил за три дня. спецназовцы, они жесткие парни, а так у него обычно пара недель, а в Тибете это считается, что нужно в районе четырех-пяти лет. А как первая называлась практика? Хо-ва. Это направление? Это йога, это практика, это практика, одна из шесть йог на року называется этот набор, вот одна из них холок. То есть, если вернуться к этим высушенным простыням, я так понимаю, у спецназовцев это работает, потому что, если не получится, от тебя разобьют табуретки, а у тибетцев все помягче, поэтому подольше? Нет, не поэтому. То есть, тибетцы делают много всяких умственных ходов, что нужно вот так визуализировать, вот такое себе представлять, вот тут вот так сидеть, а так сидеть годами научишься, а Минвалеев разобрал, какие положения тела стимулируют эту тибу, как именно надо дышать, и он конкретно знает, что делать, а про спецназовцев он просто сказал, что они офигенно дисциплинированные, и когда он сказал, вот так сесть, вот так делать, они вот так и делали, и поэтому у них быстро получилось. тринадцать, да, именно на Т заканчивается. Ну, как я понимаю, дырка там, где был у детей родничок, вот в черепе, она же, наверное, не только образуется от правильного положения тела, как-то каким-то образом работает воображение, да, которое что-то меняет вдруг. Работает воображение, и дырка, как правило, чуть смещена в переднюю сторону от того места, где был родничок, а мне известен случай, и я, честная пионерская, сам видел рентген этого человека, он получил первую пхову, когда был ребенком, и в момент, так сказать, получения сидел вот так, и у него дырка вот здесь, то есть она у него смещена в сторону. Он в дальнейшем продолжал практику, и у него есть дырка и по центру, но вот тут у него тоже идти. А почему это происходит? Можно поедать? Я не знаю, и никто еще, это практика тайная, видите, я даже вам опасаюсь рассказывать по инерции, что происходит, ну, в целом, там представляют, что энергия двигается вверх и вылетает из головы, да, сопровождая это специфическими звуками, да, и хором их произносят, и очень громко, и там есть звук хик, он так звучит, хик, но когда его первый раз произнес Оля, да, то есть он это умеет делать, он считается мастером этого дела, то было такое впечатление, что этим звуком, что мне вот тут пилить начали, но он как-то настолько его сделал металлическим и таким сильным. А есть какие-то исследования от этого? Вот пховы исследований нет. Это релевантный выбор, это потому что один человек это выбор, то ни о чем не говорит. Я полностью согласен, но пхова практика тайная, тибетцы к ней относятся очень ревностно, и я думаю, что исследовать они туда пустят кого-то не скоро, потому что верят, что даже то, что я сейчас вам рассказал о тайной практике, когда вы доберетесь до настоящей пховы, несколько затруднит вам вашу деятельность, поскольку вы сейчас начали строить концепцию, а тайные практики так называются, потому что их не рассказывают, а сразу показывают. Узнавать нельзя, попробовать можно. Соответственно, исследователи, которые будут исследовать, какую-то выборку создавать, создадут кучу кармических проблем в доступе людей к такому восхитительному подарку, как гарантированное просветление, поэтому я думаю, что пхову исследуют не скоро. Хотя очень интересно, потому что Оля проводит пхову очень быстро, и у людей максимум образуется небольшая ранка на коле, а иногда просто кровопотек такой, иногда ничего не видно, просто пальцем с глаз боли. А в школах бонских они делают это тщательнее, народу меньше, работают больше, там не неделю, а три недели занимаются этим, и у них как бы говорят, что прям дырочки, и они должны травинку вставлять. логика не рассказывать и не посвящать в концепт, мне кажется, очень разумная, потому что, ну, как я это понимаю, как это работает, вот теперь мы узнали от тебя, мы теперь настроили свое из воображения какую-то невротическую конструкцию, которая просто никаким образом не даст прорваться к тому, что происходит за пределами этой конструкции. Да, я согласен, ну, и я думаю, что это снизит же, если заранее знать, это снижает эффект, да, то есть, когда впервые я, например, впервые, ну, я не знаю, то есть, я, наверное, так, скажем так, я в это не верю, да, но ваше воззрение, это ваше воззрение, поэтому я спрашиваю аудиторию, да, если я вам сейчас расскажу какие-то подробности какой-то медитации с буддистской точки зрения, это затруднит вам ее потом, да, то есть, вы не против или оставить в тайне? Нет. Все? Нет. Ну, в частности,